Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин, я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, показываю этого по дом. И сегодня речь пойдет о детской повести Фрида Нильсон. Ну, не могу без смеха, конечно, рассказывать о Хедвик, потому что Хедвик, наконец-то, идет в школу, это очень веселая вещь. Не то, чтобы там в изобилии рассыпаны по тексту шутки, остроумные замечания, комментарии, какие-то подковырки, да, как это часто бывает. Нет, Нильсон просто очень живо передает характер девочке, которой довелось жить в доме на отшибе, да не просто на отшибе, и даже не на окраине, а в невероятной глуши. Это дом среди полей, да, значит, дом в полях, который имеет собственное название, потому что адрес ему давать бессмысленно, до ближайшей улицы несколько миль. Вот, и, в общем, за ней туда заезжает школьный автобус, как это принято во многих странах и городах, ни другой связи с другими детьми, с миром школы, с миром каких-то приключений, чего-то интересного у Хедвик нет. Она, конечно, девочка умненькая, она, конечно, девочка хорошенькая, да, но ей невообразимо скучно. Можете представить, с какой тоской она, наконец, с какой радостью она, наконец, вот среди этой тоски дождалась первого школьного дня. И тут начинаются сюрпризы, потому что в школе всё необычно, всё по-другому. Кругом эти старшеклассники, это же просто как эти самые, какие-то там, эти, великаны среди хоббитов, да, то есть они ходят. Учитель, которому, ну, он показан такой с лукавой усмешкой автором, Нильсон пишет о нём с большой теплотой, но она, в общем, не скрывает, что он всего лишь человек, да. В общем, некоторые его комментарии вызывают такой лёгкий отороп, да, потому что, ну, а что он может сделать, там, если любимый рак, допустим, у девочки, ну, в смысле, ракообразный, в смысле, с клешнями, да, которого она приносила в кармане в школу, вот, умер от стресса. Потому что, больше всего, он, вероятно, хотел проводить свои дни в аквариуме у неё дома, да, но вот видите, а ей очень нужен был компаньон. Вот, в результате, значит, членистоногая погибает на наших глазах. Ну, членистоногая, я уже забыл, к чему там относятся раки, но явно не к тем, не к числу тех питомцев, которых, как хомяка, можно взять с собой в школу. Да и хомяка-то не надо, поверьте мне, пожалуйста, дорогие дети, это не всех порадует, в том числе самого хомяка. Ну, вот, рак вот скончался. И теперь, значит, при любом упоминании морских ракообразных, речных моллюсков, там, ещё кого-нибудь, да, значит, девочка у нас закрывает лицо руками и начинает громко рыдать. Так громко, что в классе прекращаются все остальные звуки, забиваются, вот. На что учитель её просто просит немножко потише быть, потому что он уже отчаялся, значит, приводить, наводить порядок, да и утешать её. Так вот, Хедвик, конечно, не такая. Это девочка бойкая девочка, мгновенно подружившаяся со своей соседкой по парте, с Линдой, которая, ну, в общем, от стеснения даже своё имя произнести не могла. И, несмотря на курносости конопушки, является красивой, как принцесса, по мнению Хедвик. Ну, и у них впереди предстоит им много приключений всевозможных. Каких? Ну, конечно же, это шалости. А что, разве, игра в выездку лошадей, ещё раз повторюсь, местность шведская, довольно сельская, да. Там, в общем, у неё куры бродят по огороду, оставляя кучки своего помёта, да. Индюк отсиживается, прячется от лисы, как думает Хедвик, в курятнике. И, соответственно, там есть два кота, кошка милая, мурвыкает, спит на коленях, да. И кот, который приходит с улицы, весь такой вот наявшийся мышлый такой разбойник, вот. И начинает ловить Хедвика, кусать её за ноги, если в миске нет корма, вот. Хозяйку, видимо, кусать опасается, потому что хозяйка может и пинка дать. А Хедвик его боится, ей нужна вот милая масечка нужна такая вот, ну и так далее. Но, соответственно, вот они играют в выезд кошадей, да. Как это бывает, вольер огороженный, да, это сарай, пол усыпан соломой или песочком, да. И там, значит, по очереди они, значит, кто-то ложный, кто-то... В конце концов, одного молодого, но очень, значит, лягающегося копытами жребца, они там забывают запертым. Вот. Как вы понимаете, одноклассницы не досчитались, да, на перекличке, да. Вот. И она там сидела долгое время, до вечера могла просидеть, вот. Если бы не учитель. Учитель, конечно, позвонил родителям и мягко, видимо, попросил их, значит, ну, внушить ребёнку, потому что так поступать нехорошо, да. Вот. А это превратилось в целую бурю и трагедию для Хедвик. Или, например, месть поварихи. Ну, с поварихой там всё сложно. Вот это доешь до конца, это преследует нас до конца своих дней. Вот детская такая психотравма в детском садике. Нет, ты доешь до конца. А ты скажи, что у тебя болит живот, говорит Хедвик по дороге, и тогда она тебе положит один кусочек, а не два. Так, говорит, у меня болит живот, и повариха ей в ответ, тогда тем более надо хорошо покушать, деточка, значит, и кладёт ей два куска этой кровяной колбасы. Я понятия не имею, какая она на вкус, но должно быть нашим героиням не очень нравится. Месть будет страшна. Ох, будет страшна месть. Что они задумали? Там приближается Рождество, идёт Адвент, соответственно, горят электрические свечки в красивом канделябре на подоконнике. Ну, и можно вывинтить эту свечку, предварительно вынув, конечно, вилку из розетки, да, значит, и налить туда в патрон воды. И аккуратно завинтить лампочку, но не до конца. Что произойдёт, нетрудно догадаться, да, то есть, как бы, когда будет воткнуто, штепсель воткнут в розетку, да, значит, произойдёт драк-бабах, и повариха испугается, вот, загорится, да. И будет наша девонька отомщена, да, вот. А то, что повариха только может убить, приходит в голову только вечером, уже дома. Значит, обеим нашим этим самым героиням. Ну, и что делать-то? Конечно, возвращаться в школу, срочно врать о том, что они что-то там забыли в столовой, какую-то вещь, там, это бедная старая, не старая, она там, молодая, может быть, но она, в общем, довольно устала от своей работы. Бедная, усталая женщина отпирает им в столовую, вот, и с недоумением смотрит на всю эту беготню, потому что им надо хитро спровадить её из помещения, там, значит, так далее, вывинтить заново эту лампочку из патрона, потыкать туда пальцем, разумеется, штепсель воткнут из розетки. Ну, вот, всё безопасно, да, пока, пока, пока никого не убило. Значит, мокро там или нет, там мокро, что делать, как высушить, значит, и тогда, в общем, они бегут в туалет за водой и придумывают невероятную историю о том, как они пролили воду, причём вверх, причём довольно много, причём прямо на электрический посвечник. Вот, чем вызывает просто такое лёгкое, такое недоумение у этой поварихи, ну да, да, ты, боже мой, эти дети, вот. Это всё очень смешно. Конечно, Фрида Нильсон пишет нам повесть, скажем так, с правильными посылами, да, но при этом она показывает живых, безобразничающих, значит, фантазирующих детей, детей, которые могут, поддавшись просто эмоциональному порыву, совершенно не понимая, что это значит на самом деле, убежать поздно вечером из дома, потому что очередная трагедия же, да, и вот она в этих сапожках резиновых крутейки убегает, а рядом лес, напоминаю, местность сельская. Вот, и она там, значит, пока её родители уже, причём она звонит домой из старушки какого-то местного одинокого старика, у которого живут 58 кошек. Вот, кошек она не забыла посчитать. А додуматься до того, что дома никто не возьмёт трубку на домашнем телефоне, стационарным поясняю, да, потому что родители давно уже собираются вызывать полицию и ищут вместе с соседями, обшаривают местность, да, вот. Вот, а отец пошёл на реку, и можно себе представить, что он про себя думает и говорит, вот. Конечно, когда наша героиня найдётся, да, в общем, никто не будет её там пороть, в угол ставить, Хедвик обнимут, обласкают, и попросят больше никогда, никогда не теряться на ночь глядя в лесу. Вот, как-то деликатно очень родители, потому что, на самом деле, книга полна любви и педагогических, скажем так, удач, успехов, а не ошибок, как это часто бывает. Потому что есть противоположные книги, которые написаны не менее весело и, я бы сказал, так, авантажно, да, там просто вздрагиваешь, читая каждую новую главу, «Ослиная порода» Полины Жеребцовой хотя бы, вот. Но они как раз написаны от противного, как есть доказательства в геометрии от противного, да, написаны, значит, о педагогических ошибках, да, о том, что никогда, ни в коем случае нельзя делать с детьми, даже самыми шаловливыми. У Хедвика, я думаю, большое будущее. Эта затейница выбьется в люди, несомненно, будет лидером, неважно где, в классе, в коллективе, и, я думаю, что школу закончат с хорошими отметками. Хотя, если к тому времени школа не сгорит, не развалится, не будет похищена инопланетянами, вот, и не превратится в хлев или в местный филиал зоопарка, я уже упоминал вам, значит, ручного рака, в смысле ракообразного, да, об остальных питомцах умолчу, сами прочитайте, ну, и все остальные тоже приключения довольно-таки забавные. Вот такая вот Хедвик идет, наконец-то, в школу Фрейда Нельсона. Читайте, наслаждайтесь, спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok